То, что именно на Геннадии Кернесе замкнуты все городские процессы, как коммунальные, так и общественные, признают и сторонники, и противники мэра, и независимые наблюдатели. Он имеет фактически неограниченное влияние не только на харьковскую милицию, но и на прокуратуру и суды. Это демонстрирует как народное выступление в Харькове по местным вопросам, к примеру, борьба за и против дорогу в парке Горького, так и политические пристрастия городского головы. Пока он демонстрировал поддержку режиму Януковича, милиционеры не обращали внимания на то, как гопники бьют евромайдановцев. Более того, во многом содействовали им. Как только Кернес развернулся и заговорил о Единой Украине, в Харькове начались задержания сепаратистов. В Луганске и Донецке этого не происходит до сих пор. Так же, как и милиция, свои политические пристрастия резко изменили бюджетники. Зимой они выходили под флагами партии регионов, летом уже поднациональными. Да и сами радикалы, как пророссийские, так и правые, финансировались, по данным СМИ, из одного кармана городского головы. Недаром Патриоты Украины, организация, которая вошла в правый сектор, помогала Триолану, провайдеру которой связывают с харьковским мэром, бороться с конкурентами. В то же время, как и финансирование боевиков оплота, предполагают источники, занимался Кернес. Недаром он появился на Рымарской во время смертельного столкновения радикалов. А после того, как мэр публично отрёкся от движения людей с георгиевскими ленточками, они хоть и стали называть его предателем, масштабных митингов больше не собирали. Однако, факт покушения и как минимум долгого отсутствия Кернеса в городе вызывает опасения. Впереди майские праздники, которые традиционно сопровождаются демонстрациями. День Победы и 11 мая – дата так называемого Донецкого референдума. Отсутствие мэра, считают скептики, может привести к тому, что сепаратистские волнения в городе станут неуправляемыми. Однако, политологи хотя и говорят, что отсутствие мэра – дестабилизирующий фактор, однако другие службы и вертикали власти легитимны и работают в обычном режиме. И сравнивать ситуацию в Харькове и на Донбассе не стоит. В Харькове достаточно стабильная обстановка, которая существенно отличается от того, что происходит в маленьких городах Донецкой и Луганской области, где фактически вышел на авансцену криминалитет и маргинальные, даже не политические, а полукриминальные фигуры. Харьков – самостоятельное образование, мегаполис, организм, который способен действовать с помощью сил саморегуляции. Напомню, что достаточно большое количество общественных движений и организаций не будет сейчас стараться дестабилизировать обстановку в городе, особенно учитывая то, что участники Георгиевского протеста сейчас деморализованы. Я не думаю, что у нас возможен всплеск напряженности. Я не исключаю провокации. Ну, допустим, мы будем отмечать 9 мая, соответственно, люди выйдут с георгиевскими ленточками. Если силовики, правоохранительные органы удержат правых под контролем и не допустят, чтобы они на кого-то нападали и били, как это во Львове часто бывало, как в Киеве мы видели все это, то это все пройдет достаточно спокойно. В облгосадминистрации в принципе заявляют, что не понимают, почему напряженность в городе и ее отсутствие связывают с Геннадием Кернесом. Мол, все контролирует милиция. Мені невідомо, який він контролював громадські організації. Я можу сказати, що міліція діє відповідно по закону, тому в сьогоднішніх умовах говорити про те, що хтось контролює міліцію, є начальник обласного управління внутрішніх справ, який призначений два місяці назад. Людина самостійна в плані прийняття рішень. Я думаю, що контролює сьогоднішній начальник обласного управління внутрішніх справ, міністр внутрішніх справ, який його призначав. В то же время, експерты не скрывають, якщо на спокійні праздники не ще надеяться, то ближе к выборам напряження в обществі може розрасти. І рішать конфлікты придется, скорее всего, без Кернеса. Он вряд ли к этому времени сможет вернуться в Харьков. Марина Николаева, Владимир Борох, Агентство телевидения Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова